Давайте посмотрим, как следует реализовать публичный интерфейс на примере. Предположим, мы хотим написать функцию resize, которая изменяет размер массива. Для того, чтобы это была корректная функция публичного интерфейса, нам нужно добиться следующего. При условии того, что до начала выполнения функции resize инварианты класса сохраняются, то есть размер, хранимый в поле size, соответствует фактическому размеру массива, на который указывает поле data, то и после окончания функции resize инварианты класса также сохраняются. Если мы реализуем каждую функцию публичного интерфейса в таком стиле, то это будет гарантировать нам, что на всем протяжении работы с данным объектом его инварианты будут сохраняться. Важно отметить, что если бы мы не закрыли поля данных, то внешний пользователь мог бы в какой-то момент, например, изменить размер массива, не изменив при этом тот массив, на который указывает поле date. Также, если бы мы оставили поля закрытыми, но реализовали бы функцию resize в виде двух функций, одна из которых изменяла поле resize, а вторая изменяла поле data, то, опять же, внешний пользователь мог бы вызвать только одну из этих двух функций или вызвать их с несогласованными значениями и таким образом нарушил бы варианты класса. Продолжение следует...